Седьмой класс, четырнадцатая серия. Треугольник. Треугольник – это геометрическая фигура, которая получится, если три точки, не лежащие на одной прямой, соединить отрезками. Давайте отметим три точки, не лежащие на одной прямой. Точка А, точка В, точка С. С – это вершины треугольника. Если их соединить попарноотрезками, получится треугольник. Отрезки АВ, ВС, АС – это стороны треугольника. Кроме того, у треугольника есть еще углы. Внутренние углы треугольника – угол А, либо этот угол можно назвать тремя буквами ВАЦ, либо САВ, либо просто угол А. Угол В – второй угол, и еще угол С. Сумма внутренних углов треугольника – 180 градусов. В дальнейшем мы докажем теорему о сумме внутренних углов треугольника. Периметр треугольника – сумма длин трех сторон. То есть, если сложить длины всех трех сторон, длины вот этих отрезков, то получится периметр треугольника. Равные треугольники имеют равные периметры. И равные треугольники можно совместить наложением. В равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы. Первая задача. В треугольнике АВЦ АВ равняется ВЦ, АЦ 6 см. Давайте сразу подпишем 6 см. Точка Е принадлежит ВЦ, причем точка Е является серединой отрезка ВЦ. То есть, вот эти отрезки равны. ВЕ равняется ЕЦ. Точки А и Е делят периметр треугольника на две части, из которых одна больше другой на 4 см. Давайте обозначим за Х длину отрезка ВЕ. Точно такую же длину имеет и отрезок ЕЦ. По условию задачи ВЦ равняется АВ. Значит, АВ – это 2 раза по Х. 2 умножить на Х. Сейчас давайте желтым цветом я покажу, как точки А и Е делят периметр треугольника на две части. Одна часть – это 2Х плюс Х, а другая часть – это 6 плюс Х. Какая из этих частей больше на 4 в условии не говорится, поэтому надо рассмотреть оба варианта. Так, первый вариант рассматриваем. Допустим, на 4 см больше та часть, где 2Х плюс Х. 2Х плюс Х – это будет 3Х, она больше, а меньше будет та часть, которая Х плюс 6. Значит, Х плюс 6 надо еще прибавить 4. Решая уравнение, находим значение Х. 2Х равняется 10, Х равен 5. Вопрос задачи – длина стороны АВ. Это 2 раза по Х. Значит, АВ – 10 см. Это мы рассмотрели первый вариант. Так, 10 см длина стороны АВ. 10 см. Так, а теперь давайте рассмотрим второй вариант. Может быть, эта задача имеет два варианта, два ответа. Так, допустим, будет больше на 4х плюс 6. Так, в таком случае 2Х плюс Х – это 3Х, будет меньше. Значит, уравнение принимает вот такой вид. 3Х плюс 4 равняется Х плюс 6. Решая это уравнение, находим значение Х. Решая уравнение, находим значение Х. 2Х равняется 2, Х равен 1. Значит, сторона АВ – 2 см. Такой треугольник не может существовать, потому что 2 см, еще 2 см и 6 см. Такой треугольник построить невозможно. По неравенству треугольника, каждая сторона треугольника должна быть меньше суммы двух других сторон. Значит, этот вариант не подходит. И данная задача имеет только один ответ, одно решение. АВ – 10 см. Вторая задача. Треугольник АВС равен треугольнику АДС. АС – их общая сторона, точка О – пересечение ВС и АД. АВ равняется ДС по 15 см. Вот эти стороны. Давайте напишем 15 см. Здесь будет тоже 15 см. Так, ОВ равняется ОД 10 см. Вот здесь по 10 см. Давайте напишем 10 см. И здесь 10 см. Периметр треугольника АВС равен 40 см. Надо найти периметр треугольника АОС, если АО больше АС на 5. Так, обозначим за х меньшую сторону АС. Значит, АО будет на 5 больше. х плюс 5. По условию задачи известно, что треугольник АВС равен треугольнику АДС. В равных треугольниках соответственные элементы равны. Значит, ВС равняется АД. По условию ВО равняется ОД. Значит, ИОА будет равняться ОС. Значит, ОС будет тоже х плюс 5. Теперь составляем уравнение и находим значение х. Уравнение такое. Вот по условию периметра АВС 40 см. Значит, 15 плюс 10 плюс х плюс 5 плюс х. И периметр равен 40 см. Решая это уравнение, у нас получается значение х. Значит, здесь будет 15 плюс 10 – 25. Плюс х плюс 5 и плюс х равняется 40. Значит, 2х плюс 30 равняется 40. х равен 5. Так, если х равен 5, значит, х плюс 5 будет 10. Вопрос задачи. Найдите периметр треугольника АОС. Значит, 10 плюс 10 и плюс 5. Ответ 25 см. Это периметр треугольника АОС. Третья задача. Сколько всего треугольников вы видите на картинке? Давайте сначала сосчитаем треугольники, которые состоят из одной части. 1, 2, 3 и 4. 4 треугольника. Теперь давайте сосчитаем треугольники, которые состоят из двух частей. Например, вот это один треугольник. Видите, он состоит из двух частей. И еще один. Вот еще один. Два таких треугольника. Теперь сосчитаем треугольники, которые состоят из трех частей. Здесь есть один такой треугольник. Вот он. Вот он состоит из трех частей. 1, 2 и 3. Так, это один. Ну и остался еще один треугольник. Вот он, который состоит из четырех частей. Итого всего 8 различных треугольников на картинке. Ответ 8. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...